Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей. К тому же депутаты поддержали инициативу рассмотреть эту идею во втором и третьем чтении максимально быстро с учетом 10-дневного срока, отведенного на внесение поправок, то есть до конца мая. Законопроектом вносится изменение в статью 264 Уголовного кодекса России за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Теперь в случае принятия закона за ДТП, приведшее к причинению тяжкого вреда здоровью, фигуранту будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. За аварию, в результате которой погиб человек, наказание увеличится до 12 лет лишения свободы. Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели двух и более человек от 8 до 15 лет. Они знают, что машина является средством повышенной опасности. У них есть выбор. Хочешь выпить, выпей, но не садись за руль. Хочешь ехать, не выпивай. Тем не менее, они садятся за руль и сознательно подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других ни в чем не повинных людей. Наказание за езду в нетрезвом виде ужесточали неоднократно. Кривая смертности на дорогах шла вниз, но слишком медленно. Теперь за такие аварии со смертельным исходом хотят наказывать как за умышленное убийство. Мы считаем, что пора уже здесь ужесточать законодательство, и мы, безусловно, этот закон поддержим. Тем более, что мы тем самым будем спасать жизни, которые, к сожалению, у нас сегодня наши граждане теряют из-за того, что кто-то не воздержан в употреблении спиртного. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собирать автомобили у виновников пьяных ДТП. Продолжают гибнуть почти 18 тысяч на дорогах, хотя 20 лет назад было 30 тысяч, потом 20-25. Но, тем не менее, до 15 лет повышается ответственность. 3, 5, 7. Раз в пьяном виде, то давают 15 лет. Я бы добавил еще конфискацию автомобиля. Четвертая фракция Государственной Думы КПРФ так же, как и их коллеги, поддерживает идею ужесточения. По словам депутата Госдумы Алексея Куринова, во фракции надеются, что эти меры позволят снизить и количество пьяных за рулем, и количество тех лиц, которые погибают. Кроме того, законопроектам предлагается увеличить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в 263-ю статью Уголовного кодекса.